Я вас приветствую, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour. С вами Бляр на ваших экранах карта Тундра и вновь олдовый реплей каких-то там нулевых годов, наверное 2005-2006 год. Где у нас сыграют, ну, я не знаю, клановый этот бой, не клановый, ребят, хэштегов не стоит. Но все же верхняя команда, китай танк Лило, его будет тиммейт Товы. Товы сыграет за Гла, секретные войска. Кто же будет противостоять этим ребятам? Снизу под Товы, напротив него играет Текномэн, он сыграет за Гла, подрывные войска, и его тиммейт будет тоже Гла. Мезохери, Мезохери сыграет за Главанильного Генерала, то есть у нас получается Глашный Альянс против китайско-глашной команды. Да, интересный момент, знаете, карта, я бы не сказал, что огроменная, потому что игроки, в принципе, рядом друг к другу находятся. Вот, посмотрите, крайний ресурсный центр Главанила и тут же рядышком сразу крайний ресурсный центр китайского танкиста. Да, и сразу норочками обкладывает синий Генерал, посмотрите, интересно как. Но я думаю, что сейчас Мезохери должен предотвращать этот момент. Да, здесь уже пошел Гатлинг, словил Раба, здесь еще один Раб есть. Что у нас снизу дальше? Да, эта норочка достроится, но здесь, возможно, сразу выйдет Дракон. Что у нас творится с права фланга? Посмотрите, Товы ставит свою норочку, как раз-таки с агресси на Мезохери, но этого не проходит. Здесь молодец, Ванила Гла контролирует своей техничкой с права фланга, пока Текномэн особо злых нор не ставит. Сразу же пошел, между прочим, спам квадов, да. То есть это, ребята, будет спамить. И из двух военных заводов сейчас китаец повел Гатлинги. И, между прочим, взял в повышениях танк-мародера здесь. Мезохери. Здесь был минус юнит. Рабы, кстати, отбежали. Посмотрите, интересно, когда. То есть пытается контролировать Мезохери свой юнит. Да, Гатлинг как раз-таки и хотел сюда зайти, но не получится. Медленно охотится очень танк-мародер. Здесь уже вспомогательные норочки пошли у танкиста. Вот его тиммейта. Один доз здесь спрятался вообще в углу, где-то там. И пришел Гатлинг на базу к Текомэну. Текномэну, да. Текномэн. Такой интересный никнейм. Прям какой-то вандамский. Текномэн. Текномэн. Какой-то хит там, не знаю. Чемпион Европы по тэквондо играет. Минус. Да, минус будет Гатлинг. Ох, в центре пошла все-таки заварушка. Есть уже даже совместными силами пришлось убирать эту норку. Да, был квад от Тови. И здесь уже с этими юнитами справился китаец. Медаль построить была. Так, на мэна попыточка. Здесь Гатлинг все законтрил. Внимательно пока играют ребята. Карта, опять же, не такая большая. Поэтому контролировать здесь попроще. Немножко. Но проходов очень много. Тем более, не забываем, что китаец здесь один среди гла. Ему, конечно, контроль да контроль требуется. Но зато единственная грубая сила на карте. И она в пользу верхней команды. Но, знаете, так же пошел и Мизоферия в танки-мародеры. Здесь уже помощь от Текномэна. Интересно. Да, пришел посреди танкист двухлочковыми танками. И здесь же сразу пришел Трови. То есть верхняя команда сейчас играет в атаке. И нижняя команда будет сидеть и обороняться. Но, в принципе, есть чем обороняться. Да, правда, здесь норочки уже ложатся. Ресурсный центр сейчас может быть под угрозой. Ставится еще один. Нет, это рынок. Я думал, что еще один. Рынок, говорит, дворец. Думал, что еще один военный завод. В технологии решил. То Мизоферия решил уйти в технологии. Да. Что у нас тогда с другими генералами? Китайцы. Китайцы. Айрфилд. Голубой гла. Дворец. Только сейчас отстраивается. И зеленый гла пока без технологий. Да. Интересная ситуация. Но здесь, знаете, когда так вот вдвоем. Да еще грубая сила. Много чего. Ракетчиков, конечно, тяжело. Ой, сейчас мне кажется, что нижняя команда не особо справляется на территории Мизоферии. Хотя, с другой стороны, но... Демобайки. Да, демобайки. Супер. Ах, красиво. Минус почти два юнита. Вот минус battlemaster. Давай, посмотрите. От китайца здесь отбились. Остались только глажные войска. По одному юниту идет вниз. А, токсотрактор. Нет, ракетчики. Усаживай, потому что 5 ракетчиков сидели в этом домике. Ничего себе. Но ресурсный центр. Мизоферия минус. Неприятно. Ага, попытка отстроить норочку на контратаку. Нет, здесь такого не прокатит, конечно же. Классно, классно. Ребята распределились по домам. Посмотрите, минус был токсотрактор. Ну и здесь вроде бы как отбились. Отбились Мизоферия с техноменом. Да, тут все-таки, знаете, танки мародируют. Да, реально дали свое. Еще скрапуются. По красоте. Давай, давай, еще одному танку дай. Ох, два танка. Танка два дульных. Жесть. Ну вы сами знаете, что такое скрапованные танки мародеры. Если особенно они еще и лычканутся. Но отступилась вроде верхняя команда. Не такой прессинг, но здесь уже есть в воздухе Хеликс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И как неудачно мародеры подставились. Минус два мародера. И уже Джарман Кэл работает от Мезоферия. Отстроился второй ресурсный центр. Норочка здесь. Есть квад от техномена. Помогает своему тиммейту. И отлетает тут же Лилу. И здесь опять же выпад пошел. Посмотрите, от голубого гла стелса. Но, знаете, танкист сейчас особо грубой силы здесь не поможет. Ха, дракон. Спертый дракон, да, пытался. Сделал здесь стену. Как бы он сделал огненную стену. Но она, конечно, легко убралась. А здесь же демобайк на дракон. Красиво направляет техномен. Так, есть уже квады и от Мезоферия. Но здесь, знаете, сейчас больше сил, конечно же, от Торвы. Ну, спамят он бешено. Ничего не скажешь. Джарман действует. Здесь есть уже танкистые скопления. Знаете, центр пропаганды бы. Да, обои центра пропаганды. И ЕЦМ-очки, соответственно. Плюс черный лотос будет на карте. Ой-ой-ой-ой-ой. На дом так пошел техномен. Сейчас сливать, конечно, не очень. Потому что здесь перехватил здание. То здесь сработает еще и Хеликс. Хеликс минус. Хорошо успел Мезоферия наспамить квадов. Да, неплохо. И, знаете, казалось бы, что верхняя команда продавливает. Не тут-то было. Но пошли повышения. Пошли повышения. Я вижу арт-удар. Куда тут в эту сторону он бьется? А, по военному заводу. Арт-удар, скорее всего, нет? По норке. А, вот он в чем прикол-то. Но норочка пока единственная, между прочим. Нет, не единственная. Есть нора еще просто отдаленная. То есть ребята верхней команды решили вырубить сейчас помощь. Tech No Man, чтобы не мог помогать своему тиммейту и напасть на него уже, чтобы он бьется в одиночку. Но тут так, наверное, не прокатит. Да, потому что норка была ближайшая. По крайней мере, правый фланг сейчас отбивает Tech No Man. Но вот по центру и левее здесь уже беспомощен Мезу Херри. Ну, как сказать, беспомощен. Есть, кстати, боевой автобус. Есть боевой автобус. Также есть дворец, который у себя трагички. Минус батлбас. Опять же, подступач у войска танкиста. Нет, все-таки... Наверное, отбивается в Мезу Херри. Но не полностью, пока нет. Не получается полностью. А здесь уже Рокетбага Tech No Man. Да, он поставил дворец. Где дворец? Вот он, дворец. И уже пошла вторичная экономика. Черные рынки. Опять же, нижняя команда хорошо отбивается. Хеликс в воздухе новый. Пошли миги, между прочим, без напалма. Командный центр отстраивает Тови. Да, ну и вроде бы реально легким испугом сейчас отделалась нижняя команда. Смогли не отбиться. Знаете, и здесь сильный удар в своем Мезу Херри. Прямо по центру принял. Беспомощный тиммейт. А тиммейт помогал справа и смог отбиться. Молодец. Теперь у нас затишье перед бурей. Есть, между прочим, центр пропаганды. Маяк устанавливает сейчас синий китаец своему тиммейту. Смотри, батлбасы катается. Лилу занялся у тебя в вышку. А, это батлбас голубого игрока. Да, да, да. Это батлбас голубого игрока. Я перепутал. Здесь была норка. Вот что, уничтожал. Не захватили, ребята, центр. В центре сейчас есть, между прочим, дополнительные коробочки. Так, пока без апгрейтов в рокетбаге. Но есть уже апгрейд на подрывы у Demolition. Не забываем, что у Демо есть очень крутой ребель Ambush. Который в состоянии взорвать большую пачку войск. Ага, сразу на уничтожение вышки в центре. Ну, все верно, да. Вообще, китайцы сложнее строить вторичную экономику. Поэтому, ребята, верхняя команда, там есть китайцы, да, пытались сразу со старта зажать своих оппонентов. Но этого не получилось. Этого не получилось. Тут опять пошли спам, яцемочки. Дворцы. Ой, дворцы. Черные рынки пошли от голубого стелса. И посмотрите, как-то, ну, небрежно. Да нет, нормально здесь. Причем дома заняты. Да. Атака пошла от Экномена, но здесь сразу же действуют миги. Да, и будет, наверное, уезжать. Есть уже апгрейд на ракетбаге. Также ракетбагами польза ИТОВ. О-о-о-о, здесь даже с оверлордами Лилу попер. Посмотрите. И чем будет отбиваться Мезохерия. Ну, у него есть Джармен. У него есть Джармен. С собой бы здесь, знаете, в поддержку труповозик взять бы. Для того, чтобы пехота могла хоть занимать свои же юниты. Вот, ну, вот у Ребель Амбуша. Демо красиво, красиво. Посмотрите, сколько сразу минус войск, да? Просто вся пачка минусы, в том числе оверлорд. Вот что значит Ребель Амбуш. И каленый Хеликс отлетает. Ну что, неужели контратака Мезохерия пойдет в бой вперед? Здесь батлбас вышел Тови. Наверное, побоится, да, отступится. Ничего не оверлорд вышел. Да, теперь так не получится. Но теперь нужно ждать обнуление Ребель Амбуша. Ну, красиво подорвал, конечно, демо. Если бы не так, ну, Мэн, конечно же, уже было бы джи-джи. Очень хорошо Мезохерия помогал. Я думаю, что, в принципе, они к этому и готовились. Так как сверху играл китаец. Ну, и было немножко очевидно, кого и куда будут нападать, атаковать. Потому что Глашнику проще помогать в атаке китаец, чем китаецу Глашнику. Ох, минус батлбас. Так, черный лотос, я смотрю, на карте бегает. Да, так точно. Можно сюда как-нибудь встать и своровать денежек. Нет, на правый фланг побежала, к зеленому Глашнику. Где Малишну именно. Ох, опять какая большая сила, посмотрите. Рокетбаги здесь работают с квадами. И плюс новая пачка китаец. Не такая огромная, но все же. Ребеля Амбуша пока не будет. Так, рокетбаги от окномена. Лотос, назад побежала, между прочим. Кэш-баунти есть, зарабатывает второе. Арт-удар здесь был произведен. Опять же на норочку, я так понял. Да, на норочку. И посмотрите. Посмотрите, норки уничтожаются. Опять же остается только одна справа фланга, отдаленная. И здесь, знаете, откуда ни возьмись, юнитов красно-голубых становится больше, чем синий-зеленых. Хотя, вроде бы так все хорошо было. Опа! Рокетчики, неужели батлбаст где-то был? Да, решил немножко беспорядок навести, но не особо сильно это получается. И поэтому верхняя команда продолжает атаковать без каких-либо проблем. И, знаете, сейчас хаос на базе Мезохери. Просто хаос полнейший. Оверлорд все еще здесь. Лотос работает. Будет перехват казармы, нужно продавать. Где Джармен? Джармен должен был выбивать пилота. Ээээ, даже казарм не распродается. Лилу захватил глажное здание, зато Ребель. Ребель выпад от Мезохери. Хоть какая-то ответка, как раз-таки пытался китайц уйти во вторичную экономику. И этого не получается сделать. Красиво все сделал в контратаке сейчас. Вани лагла, да. И убил там пару хакеров. Так, ну, простаивать китаец не действует. Ну, на дворец не попрешь, да. А, слушайте, так тут вообще беда полная. Мезохери издания особо нету. Ну, командник он отстроил, да. Повышение было заюзано. Ага, попытка Текномена здесь была, но не получится. И, знаете, мне кажется, что должно было это куда раньше произойти, но не произошло. И как-то неожиданно. К пятнадцатой минуте игры левый фланг сейчас для нижней команды просто теряется. Приходится отстраивать Мезохери у своего напарника на базе здания. Причем сразу черные рынки отстраивает. Для того, чтобы хоть какая-то на будущее была экономика. Ну, и сейчас вся надежда, конечно, на Текномена. Ну, знаете, практически домой играть очень сложно. Особенно, как хороший микс у соперников. Здесь будет, наверное, минус дворец. Да, тут Текномена и есть. Хеликс на поддержку. Ох, сколько ребелей от Тови. Тови, посмотрите. Да, стелс. Стелс занимает. Какие юниты стелс. Ох, опять ребель. Амбуш на баге. Ну, красиво. И стелс взял себе императора Оверлорд. Да, все, полностью база расчищена. Здесь только лишь норки остались. Ну, знаете, и они и то опасны, потому что ракетчики из них могут вылезать, залезать. Как раз, как-то 4 ракетчика бегает. Баттлмастера гоняет. Ну, все, да, полностью левый флаг освободился. Здесь ресурсов уже, кстати, и нету, нет. Хотя есть. Вот сюда китайцы могут вставить свой саплайп, потому что 10к еще имеется на ресурсном доке. Аж три черных рынка. Неужели такой флуат был? Ох, еще электростанцию. То есть перезахват дозера был. Джармин, видать, с собой пожертвовал. Да. Знаете, сейчас Мезохерри очень быстро будет отстраиваться. У него есть, тем более, три черных рынка. Они дают нормальный, причем бабло. То есть ребята все-таки будут играть вдвоем. Молодцы, Мезохерри, знаете, в такой ситуации он все-таки присмыкнулся, как говорится. Так, отстраивается электростанция. Китайцы потеряли электростанцию. Я пропустил этот момент. Да, сразу же здесь отстраиваются. Но дозер сюда и прикатился, чтобы ресурсник ставить. Как раз сейчас зачистили норы. Все, полностью зачистили. Да, левый фланг свободен. Теперь зажались два глажника в углу. Остались они здесь забиты. Ну, ресурсный центр Мезохерри ставят, потому что он просто нужен для того, чтобы построить, например, военный завод. Ах, дядя Коля здесь справляется, убегает. Кэш-баунти нарабатывает. Так, ну, он взял кэш-баунти, да. Аккуратненько, правда, надо. Все, минус все пацаны, все ребели. Ну, и осталось, в принципе, у Лилу с ТОВ последняя задача. Это уничтожить базу Текномена. Естественно, уже совместно с Мезохерри. Одну они базу уничтожили. Один левый угол, да. То есть территориально у них преимущество полнейшее. Что по вторичке у Голубого. Ну, есть. Раз, два, три черных рынка. Всего три черных рынка. Четыре, четыре, окей. Что у нас у Текномена? Раз. Мало, мало. Два. Три, три, три черных рынка. Три черных рынка от Мезохерри. Ну, и у китайцев вторички никакой. Ну, хакер, выбежал один, есть. То есть, в принципе, сейчас начинается, друзья, холодная война. Потому что основные ресурсы скоро будут вычерпаны. А они уже вычерпаны остались. Только у китайцев здесь с полтраки все сюда приехали. Так. Ой-ой-ой. Джармана выбыл. Посмотрите, Джармана Товы выбыл Джармана Текномена. Жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Баттл Бас выкатил от Текномена. Немножко пострадали рокетбаги. Но минус будет. Дальше идет дозер. Куда? Нет, здесь уже нечего собирать. Ах, раба давить, убивать. И арт-удар китайца. Да, не забываем, что у китайца тоже есть хорошее повышение. Это ковровочки, арт-удары. Хотя, правда, ковровок я не видел. Хотя, вроде бы у китайца-то и нет ковровок. У него есть мины, сброс баттлмастеров и арт-удары. То есть, да, тут полноценный арт-удар. Извиняюсь, у китайца уже нет у танкиста ковровок. Но вот сейчас была минус электростанция. Теперь не будет Мизухерия так быстро развиваться. Но к военному заводу он уже подходит. Кое-какая денежка да есть. Так, три раба побежали вперед. Кстати, здесь коробочки. Да, есть еще на карте деньги. Вот сюда какой-нибудь ресурсный центр поставить. Или сюда пониже бегать. Надо сначала норочек обстроить. Рокетбагами пользуются АТО. Плюс захватил ЕЦМ-очку союзную. Хеликс. Хеликс пошел. Да, нужно, конечно же, ловить ребят-рабов. Китайцам было бы очень полезно сейчас, знаете, из центра подсказать бабки. Хотя я думаю, что он... Опа, маяк. Опа, маяк ставят синий. И Мизухерия. Посмотрели, напали здесь. Рокетбаги, да. Решил все-таки верхняя команда теперь переступить к правому флангу. Сверху что-то творится, Ребелямбош. На вторичную экономику. Здесь, ну, пытался подорвать два черных рынка. Они все же отстроятся. Была, то есть, попытка выбить экономику. Стелсу не получилось особо это полностью сделать. Есть войска, вот Экномая у нас здесь. И кваду Лучкову, и также Рокетбаги. Проходит, смотрите, сейчас Черный Лотос. Отъезжают Рокетбаги. Правда, потеряна была. Здесь действует также и Джарман, который погиб. Минус был пилот в кваде. И, посмотрите, пришел еще китайскими силами. Стелс. И Лотос-то пробежала. Хеликс тут же! Как красиво и насыщенно сейчас атакует верхняя команда. Поддержка от китайца все же есть. Куда Лотос-то убежала? Где-то она здесь была. А, вот она бегает. Наверное, будет вторичную экономику отменять. Конечно же, Джармана здесь... Вот только сейчас Джарман вышел! Ой, как вовремя! Ну, здесь и Рокетбаги справились. Да, красиво. Но поджимает теперь базу Тейкномена. Боже, ситуация все сложнее и сложнее. Как же близка верхняя команда теперь к победе. Скрытая атака от кого? Тейкномен ставит сеть туннелей. Ну, так в упор. Джарман действует. Вбывает Оверлорд. Сейчас может нижняя сторона глав подцепить себе этот Оверлорд. Ах, нет, не дает Рокетчик. Ну, окей, все равно. Войска все почти выбились. Я думаю, что должно. Нижняя команда вас... В основном, сейчас Межухерия может взять. Да, Оверлорд, потому что он Роббаса сдал. Интересно, как, а? Ресурсники здесь уже распроданы. Они не нужны. Здесь тоже все ресурсы собрали. Опа, это что такое было? Ах, Токсабомба! Пятый ранг от Стелса. Неприятно. Здесь сразу Рокетбаги погибают, да. И забрал, молодец, Мезухерия. Забрал Оверлорд. Он теперь спамит. У него есть и квады. Все же три черных ринка дают о себе знать. Пятый ранг полетел от Тейкномена. Намерк. Вот сюда, к Стелсу. В ответочку полетел, естественно. Ну, здесь одни рабы на радар. Больше ничего нету, да. И все так же четыре черных рынка у Товы. Пятый ставится черный рынок. Китай сейчас сидит без денег вообще абсолютно. А вот поехал, да. Как я сейчас в центр добывать, собирать. Так, на мой на 2800 есть. Кое-какая денежка. Ух, какая нара здесь. Так, на мой на нара-то. Что тут все еще бегает Товы? Посмотрите. Какой наглый, а. И Джармана здесь. Джармана, Джармана, Джармана. Зеленый и голубой Джарман. Ах, была, была, была. Был шанс сейчас поймать этого Джармана. Ах, спалил, спалил. Разведку использовал. В Мезухерии денег мало. Очень Джарман минус. Сразу 500 баксов за него дали. И еще минус баги. Окей. Что вы говорите? Две-ка. Ну что, Сталин-то сапалтраки. Нужно добывать сразу четырех. Скрытая атака где? Где-то я слышал скрытую атаку. Но на карте я ее не вижу. Может быть я уже настолько слеп оказался. Куда тут квад прошел? Посмотрите. Ну такая чистая разведка. Командын-центр отстраивает сейчас глава Нила. А арт-удар от китайца. И Хеликс полетел преследовать квад. Вот здесь и батлмастер есть. Ах, слушайте, хакер-то строится. То есть вторичка у китайца кое-какая, да, есть. Но он сапалтраки встали в центре не добывает. Очень странно. А арт-удар куда? Наверное, по черным рынкам все-таки. Ох, как мощно. Тройной арт-удар. Причем минус сразу два черных рынка. Один Текномено. Текномено, а другой Межу Херри теряет свой черный рынок. Да, жестко. Ух, какой пуш. Посмотрите, Межу Херри и... Ха-ха. И Уверлорд с собой взял. Но здесь же он его и может потерять. Да. Сразу стелл с этим пользуется. И знаете, сейчас Уверлорд как мы... Ха-ха. Как, ну, какая-то шлюшка. Туда-сюда, туда-сюда. Посмотрите. Ребелями сейчас. Текномен действует совместно с Межу Херри. И еще скрытая атака. У-у-у-у. Вся просто здесь... Вторичка. Вторичка Товы проваливается под землю. Три черных рынка было. Да, вот это неприятно. И это красиво, я вам скажу. Казалось бы, уже для нижней команды в свое время все сыграно. Да, не тут-то была. Ребелян, боже. Нет, не получится команду центра добить. Еще есть черные рынки. Раз. Где-то здесь видел. Отстраивался. Еще один. Да, два. Это все, что есть. Так, ну здесь поддержку с Лотосом сейчас играют. Опять же, оверлорд в атаку. Его никто выбивать не хочет. Его лишь только... Точнее, ну, уничтожать его никто не хочет. А пилота выбивает. То эти, то те. Очень интересная ситуация. Здесь две норы. Джармин-то где-то должен быть? Да, вот он, Джармин, бегает зеленый. Двухлычковый на него тут преследует. Джармин стеллся. Вбивается юнит. Так же, прошли. Посмотрите, норочку пробурили. И Лотос может перезахватывать военный завод, между прочим. Так, на мэн пытается подстроиться так же, чтобы под оверлорд. Хорошо по ним прицелиться. Подстроиться именно с какой-то стороны бить. Да, слева или справа. Но здесь сейчас можно, в принципе. Почему бы и нет. Опять действует Джармин. Опять минус оверлорд. Ну тут ребеля стоят. Можно бы и поработать немножко. Ну что, ребеля стеллся простаивают-то? Ах, Хеликс, 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 Хеликс. Влетает двухлычковый. Опять же скрытая атака. Где она разворачивается? Опять нихена я не вижу почему-то по карте. То есть я пытаюсь определяться по... А, вот она скрытая атака от стеллся. Блатовая. То есть я пытаюсь определяться сразу по мини-карте. Да, где дополнительная точка появляется. Ну вот так тоже сложно уследить. И знаете, я вам скажу, что здесь большое достаточно скопление войск. Посмотрите, здесь я и Мезу Керрина спамил. Плюс забрал себе назад оверлорд. И Текномен. А, Текномен отъезжает. Рокет Баггин. Опять же, Джармен действует. Джармен Тови. Текномен, Текномен, конечно, Рокет Баггин. Текномен и Мезу Керрина сейчас атакуют, между прочим, свои бывшие позиции. Да, вот это на самом деле такой нежданчик. И Текомен ставит норку. То есть, казалось бы, казалось бы, ребят подавили. И сейчас такой плавный переход. Откуда у них только силы берутся? Наверное, силы берутся с кэшбаунти. Потому что кэшбаунти, хоть какие-то черные рынки и спамить можно. Ух, как много хакеров китайцев-то нас спамил, а? Может, стоило где-нибудь здесь, на родной базе их скопировать, а не здесь? Ну, мины есть. Я вам скажу, что у китайцев все равно деньги-то имеются. 5К флуат, боже мой, да что ж такое? Почему он держит такой флуат, не понимаю. С таким баблишком-то нужно сейчас тратиться, потому что ресурсов на карте нету, нифига. Вот она, вот она единственная его ресурс. Это вторичная экономика, естественно. И токсобамба не достает до хакеров. Ай-яй-яй-яй. Хотя это, кстати, бомба была от стелса. Зачем доставать до хакеров? Да, это была попытка уничтожить сейчас войска как раз-таки в Мезухере. Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Джарман трехлычковый добрался до хакеров. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько он денег срубает и какая, конечно, трагедия полнейшая сейчас для китайцев. И знаете, дорогие друзья, нижняя команда вроде бы как сейчас выбивает свои прежние позиции. Они, конечно, уже не настолько полезные. Так как денег нет. Здесь еще добывает китайцы ресурсы. Ресурсник центр все-таки поставил. Минус эйрфилд. Тут дозер еще есть. Причем выбитый пилот. Можно и забрать дозер-то. Мину пытается поставить. Но здесь действует и оверлорд. И все-таки вертая команда сейчас успокаивается. Да. Хотя реально им, ну, не так много нужно было сделать для победы. И они не справились. Ох, опять выпад ребелей. Было парочку рокетбаги. Минус здесь сразу был ребель амбуш от Токномена. Да. Красиво ребята совместно от своей ребели. Амбуши они используют. Ну и Хеликс потихоньку разбирает пацанов. А они добрались за свой цель. Это хакер. Неплохо. Неужели больше хакеров не осталось, а? И Токсобомба упала от Токномена. Вот сюда вот. Ну, не знаю, что он там пытался найти на самом деле. Токсобомба получилась как-то в никуда. Хотя вот минус аванпост, к примеру. Да, все, китайцы остаются практически без денег. В центре все, что добывает. А у него есть. Посмотрите, какой спам от Токномена. Ух, 5200 флуат. Это не потому, что у него там много, да, черных рынков. Их реально немного. Это все кэш баунти. Дворец отстраивает Мизохели. Так, скрытые атаки. Ох, вот она скрытая атака от Токномена. У него был очень большой спам, да. И именно сейчас он начинает атаковать китайца с тылу. Неужели мы этого дождались? Ох, Ребелиамбуш, попытка здесь неудачная. И как же красиво Токномен. Ну, реально Токномен, наверное, сделал процентов 70 для своей команды в этой игре. Он и оборонял. Не пал духом, когда выбили его оппонента территорию. И все-таки, все-таки, ребята, держатся. И сейчас, знаете, больше проблем уже у китайца. У которого экономики, в принципе... Ну, экономика-то есть. Я теперь понимаю, почему он не тратил. Он пытался флуат держать на всякий случай. Но как раз-таки вот на такой случай, как сейчас. Попытка отстроить командный центр. Дозер-то последний. Будут ли упряматься? Даже помогает Мизухерия. Посмотрите, квадами своими. Одним. Да, у китайца сейчас на базе хаос. Дозер не ускользнул. И поэтому не стал добивать. Интересно, и Токномен использовал сейчас... Нет, убил Дозер. GPS Крамбль. Все, китайца развиваться не сможет. И Лилу сдается. Теперь ждем героических подвигов от Товы. Потому что сегодня мы героизм видели от Токномена. Давай, стелс, показывай. Пока он показывает только ракетчиков. Токс-то бомба сразу падает. Под свои же юниты нужно быть аккуратным, да. Так, квад. Минус. Здесь рокетбаги работают. Кэшбаунти кое-какой, да, есть. Да, и Товы остается один играть. Если уж Мезохерия молодец, не сдался. В тот момент, когда уже можно, в принципе, ему было сдаваться. Он среагировал, оставил живых Рабана. Спамил три черных рынка. И это ему дало шанс на жизнь. Теперь он, знаете, такой саппорт. То есть помогает Токномену везде в атаках. Поддерживает его. И, в принципе, делает это неплохо. Да. Очищается вся территория китайца. Здесь, конечно, есть электростанция у Товы. Но какой с этого толк? У Товы очень мало вторичной экономики. Раз, рынок. Два, рынок. Все, что есть у него, да. Ну, Рокетбаги хватает для того, чтобы отбиваться. Такое, нужно их контролировать, естественно. Уже полчаса игры позади, дорогие друзья. Вот это бой. Вот это напряг. Скрытая атака. Скрытая атака от Токномена. Тут же сразу скрытая атака от Товы. Но она такая, чисто отвлечь. Стоит дворец. Не дает просто так подойти. Да, минус нора. Но то Рокетбагами можно поработать. По дворцу, хотя есть вражеские Рокетбаги. И еще поддержка войск. Выходит два квада зеленых. Неплохо. Минус Рокетбаги потихоньку неприятно. Здесь же Ребеля выползают. Помогает Миджохири. И Ребель Амбуш от Токномена. Боже, как они интересный и крутой строят тимплей. Боже, их Ребель Амбуши просто потрясающие. Миджохири и Токномена. И сдается Товы. Такую тяжелейшую победу сейчас. Два главы тягивают. Свою копилочку. Это было просто невероятно. Да. Но на самом деле, знаете, правильно играла верхняя команда. Они поджимали. Они выбили одного игрока. В принципе, то есть им с наличием китайца нужно было так играть. Естественно, чем дальше, тем до китайца сложнее. Да, была вторичка. Но вы сами видели, как легко она уничтожается. Намного легче, чем вторичка гла. И именно поэтому Лилу уже в 30-й минуте сдался. Потому что у меня просто не оставалось. В принципе, деньги у него были. Но все равно, все равно скрыты атаки. И китайца практически с юнитов не было. Там только один Хеликс летал. Ну что, дорогие друзья, оставляйте свои мнения в комментариях. Ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. А также забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...